Добрый вечер, дорогие товарищи! После четырехмесячного перерыва мы опять здесь и продолжаем рассматривать экономическую теорию марксизма. Вы уже продвинулись далеко вперед в изучении диалектики. Я знаю, что вы уже пришли ко второму тому, рассмотрели категории сферы сущности и нам будет очень легко идти вперед. Но движение вперед в диалектике, что означает, что надо немного вернуться назад. Говоря простым языком народным, можно вспомнить такую поговорку, повторение, мать учения. Значит, давайте так, тема нашей сегодняшней лекции. Этапы развития капитализма. Ну давайте вспоминать, что такое капиталистическое производство. Это было очень давно, поэтому я напомню. Капиталистическое производство. Товарное производство на той ступени его развития, когда рабочая сила становится товарным. Замечательно, замечательно. Ну а товар, продукт труда, предназначенный для обмена. То есть, вот мы с вами рассматривали развитие товарного производства. То есть, вот этой исходной первичной клеточки товар, в которой еще в потенции, в неразвитом виде, в себе заключены все дальнейшие определения и все категории товарного производства, в том числе и развитого его капитализма. Я напомню, как мы шли. То есть, рассматривая товар, анализируя, обнаружили, выявили две стороны. Потребительную стоимость и меновую стоимость. Заменовую стоимость, увидели стоимость. Затем из стоимости появились, выросли деньги. Из денег развернулся капитал. И мы так с вами дальше-дальше пошли. И дошли до всеобщего закона капиталистического накопления. И закончили замечательным параграфом, седьмой параграф 24 главы первого тома капитала «Историческая тенденция капиталистического накопления». Еще раз напомню, вот Маркс, почему мы говорим гений, великий человек, да потому что он дал истинную картину развития капитализма. Еще в 1867 году, когда вышел первый том капитал, он уже увидел те тенденции, пока только тенденции в развитии капитализма, которые через несколько десятков лет привели к таким серьезным изменениям в самом капитализме, затем и к социалистической революции в России. Ну вот такое небольшое вступление. Мы с вами рассмотрели за одно занятие, за два. Первый том капитала. Есть еще второй том капитала. Процесс обращения капитала. Есть третий том капитала. То есть форма капиталистического производства, взятый в целом. К великому сожалению, у нас не было времени и не будет рассматривать это дело. Будет такая большая прореха. Это неправильно с точки зрения последовательного, целостного изучения, систематического изучения капитала. Но деваться нам некуда, вам придется этим заниматься самостоятельно. А почему? А потому что мы будем к этим вопросам вот сегодня, во всяком случае, на лекции и на следующем семинаре, и на ваших самостоятельных работах. Вы будете на этом останавливаться, спотыкаться. Вам нужно будет к этому приходить. Итак, чем мы закончили? Что сам капитализм в силу тех законов, экономических законов, которые ему присущи, он идет к такому развитию, когда на основе конкуренции идут процессы концентрации, централизации производства. Совсем по-простому. Вот первый этап развития капитализма, он получил название в истории капитализм свободной конкуренции. Вот такая мечта нынешних либералов. Это когда много капиталистов, вот они действуют на свой страх и риск, на рынке, что-то производят, конкурируют между собой. Конкуренция – это что такое? Борьба за частные интересы. Интересы, прежде всего, за производство, больше прибыли. И вот те глубинные экономические законы, на которых мы останавливались, прежде всего, основной экономический закон капитализма, закон стоимости, ну и более развитые выражения этого закона, закон прибавочной стоимости и так далее и тому подобное, они действуют на капиталистов, на их сознание, как принудительные законы конкуренции. Ну что значит принудительные? Ну не в смысле кто-то, так сказать, ставит солдаты с ружьем или с автоматом, и заставляет что-то делать. Просто вот эти экономические законы капитализма, законы конкуренции, заставляют капиталиста делать то, что вот ему нужно. Не то, что нужно, а то, что следует. Иначе он разорится, вылетит в трубу. И как шло развитие, ну совсем уж по-простому, в эпоху свободной конкуренции? Ведь какая цель производства? Это получение прибыли. Чтобы получить прибыль, что нужно делать? А прибыль это превращенная форма прибавочной стоимости. И мы с вами рассматривали два метода, основных метода получения прибавочной стоимости, абсолютная и относительная. Но абсолютная имеет пределы, это увеличение, так сказать, рабочего дня. Относительная, она связана с улучшением организации производства, с ростом производительности труда. И вот эти законы конкуренции заставляли капиталистов повышать производительность труда, вносить какие-то улучшения производства. И в итоге один капиталист побивал другого. Те, кто не справлялись с этим, ну, как говорится, вылетали в трубу, извините, разорялись, выполняли ряды наемных рабочих. И вот эти процессы получили название. Процессы не названия, а выразились процессы концентрации, централизации производства. Ну, то есть концентрация производства, это что такое? Укрупнение производства. Но если я побил вас, ну, в переносном смысле, на рынке, задешевывая, вы разорились, я задешевывал, взял ваше производство, ваши станки, оборудование, ваших рабочих нанял, я стал крупнее. А если вы меня побили, то получилось наоборот. И этот процесс, вот он неизбежный, постоянный. Ну, вот если в литературной форме у нас есть, так сказать, светлая наша, так сказать, Америка, которая для многих является примером, вот в ту эпоху, в ту эпоху прекрасно на своих романах описал американский писатель Теодор Драйзер. Вот я рекомендую вам почитать. Титан. Да, три. Титан, финансист и стойк. Ну, замечательно, да. То есть, это в литературной, художественной форме, так сказать, изложен период свободной конкуренции. Не совсем он свободный, но во всяком случае, то, что Маркс описал, это научный, так сказать, языком, там изложено в художественной форме. Ну, если уж совсем, в таком эмористическом, это рассказы, произведения у Генри, тоже, пожалуйста, можете посмотреть. Возвращаемся. Вот, значит, в рамках капитализма шли такие процессы. С одной стороны, концентрация, централизация производства, это то же самое. Концентрация, когда укрупнение производства, а централизация за счет разорения других. И в целом, этот процесс назывался обобществление производства, обобществление, то есть, усиление его взаимосвязи общественной. Когда уже не сотни, тысячи, десятки, миллионы людей работают на крупных производствах, но не для себя, а производят на все общество. И вот эти процессы были активно уже, сказать, массу стали проявляться в рамках капитализма в конце 19 века, в начале 20 века. И привели к тому, что капитализм свободной конкуренции перерос в монополистический капитализм. Ну вот, Марса уже не было к тому времени живых, Ленгис у нас умер, но на их место пришел продолжатель их дела Владимир Ильич Ленин, который в 1916 году написал замечательный труд, который называется «Империализм как высшая стадия капитализма». Причем человек скромный, он назвал эту свою работу популярный очерк. Вот почему так? Только ли скромности? Ну потому что все основные экономические законы экономерности движения развития капитализма, они изложены Марсом в капитале. Империализм не является каким-то отдельным способом производства отличного от капитализма со своими какими-то отдельными экономическими законами, системой категорий. Это лишь очередная ступенька, ступень развития капитализма. Итак, значит, и первый вывод, который делает Ленин. Определение. Что такое империализм? Самое короткое. Империализм — это монополистический капитализм. Или монополистическая стадия капитализма. То есть, на смену свободной конкуренции приходит монополия. Но нечто совсем противоположное. Но простым языком. Значит, свободная конкуренция. Вот десятки, сотни капиталистов конкурируют между собой в борьбе за место под солнцем, борьбе за привык. Но в ходе конкурентной борьбы большая часть разоряется, меньшая часть становятся крупными, потом очень крупными, самыми крупными. И, наконец, они захватывают вот те отрасли, те рынки, где они занимались предпринимательской деятельностью. Становятся монополиями. Они захватывают не только и рынки сырья, и рынки избыта. Становятся крупнейшими предприятиями. И вот как нам оценить эту ситуацию, то, что произошло с капитализмом? Ленин, видимо, подбирал очень в правильной формулировке и пишет следующим образом. Ведь, с одной стороны, капитализм как был, так и остался капитализмом. Это ведь не новая формация, не новый способ производства. Но в основании капитализма лежит товарное производство, лежит конкуренция, и до тех пор, пока будет капитализм, эта конкуренция, это товарное производство будет оставаться. С одной стороны. Но с другой стороны, ведь монополия противоречит конкуренции. Это нечто такое прямо противоположное. Вот Ленин пишет, что товарное производство еще царит, но на деле оно подорвано. и все прибыли достается гением финансовых проделок. Но давайте вернемся даже в нашу жизнь, ведь у нас сейчас тоже в той части мира, которая является капиталистической, у нас ведь не капитализм свободной конкуренции, а монополистическая стадия капитализма. Можно сказать, что конкуренции уже нет? Или она есть? Вот такое противоречие. Давайте возьмем очень простой пример. Это производство пассажирских больших самолетов. Наверное, многие из вас летают, знают. Вот Соединенные Штаты Америки. Огромная страна, сейчас ведущая, главная империалистическая держава. Там производит одна компания, большие пассажирские самолеты. Называется она Боинг. То есть уже внутри Соединенных Штатов Америки конкуренции между отдельным гипоталистом и по производству вот этих широковюзляжных самолетов нету. Нету никакой конкуренции. Давайте перенесемся через океан в Европу. В Европе вообще даже отдельная страна, любая, крупная страна, будь то Германия, будь то Великобритания, они не могут позволить себе производить такие самолеты. Насколько сейчас сложная стала техника, насколько крупная в обществлении производства, требующие участия не то, что десятков, сотен тысяч людей, тысячи предприятий смежных. Но они объединились. Вот на территории Франции находятся заводы по производству аэрбасов. Совершенно верно. То есть даже в Европе никакой конкуренции нет. Но есть еще производство, насколько я знаю, самолетов в Бразилии, в Канаде, в России пытаются что-то делать. Но это уже не то. вот на этом рынке, на этом поприще широкофюзеляжных больших самолетов две компании. Американская и, ну, будем назвать европейская. Значит, в Америке, внутри Америки конкуренции нет. В Европе тоже нет. она изменила форму. А между Боингом и Аэроспасом есть конкуренция? Конечно, есть еще какая. То есть в эпоху империализма, то есть с одной стороны конкуренция вроде как отрицается монополией, но с другой стороны она никуда не делась. Она только меняет формы, меняет свое содержание. Вот на этом примере я вам постарался показать. Идем дальше. Вот как писал Ленин, краткие определения, конечно, ухватывают самое существо вопроса, но они недостаточны. Еще раз подытожим, что империализм есть лишь монополистическая стадия капитализма, ступенька в развитии капитализма. То есть вот товарное производство основания, к которому идет развитие сначала капитализма свободной конкуренции и затем он поднимает в силу тех экономических законов действующих внутри этого капитализма, развитие производительных сил, об обществлении производства на монополистическую стадию. Итак, более широкое определение Ленин дает империализм или монополистический капитализм. Это такой капитализм, он указывает пять признаков, которым свойственны. первое, господство монополий, это раз, затем господство финансового капитала и финансовой олигархии, два, вывоз капитала, который преобладает над вывозом товаров, три, четвертое, это экономический раздел мира и пятое, территориальный раздел мира союзами монополистов и крупнейшими империалистическими державами. Вот такие более развернутые определения. Давайте мы остановимся на каждом из этих признаков. Вкратце. Монополистические монополии мы вроде как вкратце совсем пробежали, рассмотрели. Где эти монополии образуются? Прежде всего, в сфере промышленности. Промышленности, поэтому промышленные монополии. Но кроме сферы производства вы знаете, что если рассматривать вот в этом направлении экономику всю, она разделяется на сферу производства и сферу обращения. Но пока сферу потребления оставляем в стороне. И второй том капитала как раз посвящен процессу обращения капитала. Вот эти вот наши дырки, прорехи будут постоянно нам мешать. То, что второй и третий том мы с вами прибежали. Итак, а в сфере обращения капиталистические предприятия как называются? Если в сфере производства это промышленные капиталисты, господствуют, ну торговые капиталисты будем считать там, нет, промышленные капиталисты, то в сфере обращения это что? Ну прежде всего нет, ну прежде всего это я сам оговорился, это торговля, то есть торговые капиталисты, во-вторых, конечно, это банки, банки, то есть есть сфера обращения товаров и сфера обращения денег, то есть банки это такие капиталистические предприятия, без которых никакой капитализм не может жить, которые скажем, временно аккумулируют свободные средства, ну в данный момент свободные средства всех капиталистов с одной стороны осуществляют расчеты между функционирующими капиталистами ну и предоставляют им во временное пользование кредиты, ссуды, займы, получая за это банковские проценты, банковскую прибыль. Так вот, в эпоху свободной конкуренции банки играли какую роль? Их скромных посредников в платежах. Промышленные капиталисты были цари, это они были главные. В эпоху перехода к монополистическому капитализму ситуация меняется. Банки превращаются в монополисты на своем поприще. Это какое? Денежное поприще. Они становятся монополистами судного капитала. Ни один капиталист сегодня не может обойтись бедмаков. Ни один. Расчеты нужно осуществлять? Нужно. У нас в наличной форме крайние ограничения 60 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. А расчеты нужно проводить в миллионах, миллиардах рублей и долларов. Дальше нужно брать кредиты периодически. Ведь идет процесс оборота капитала постоянный. Когда-то нехватка денег, когда-то избыток. Вот когда промышленные капиталисты, торговые капиталисты отдают банкам на депозиты, чтобы получать проценты. А когда нехватка, берут кредит. Так вот на монополистической стадии капитализма банки становятся монополистами судного капитала. То есть образование монополии идет не только в промышленной сфере, но и в банковской. И вот здесь получается момент интересный. Кто-нибудь из вас когда-нибудь брал кредиты в наших славных банках? Брали. Ну как это? Легко вот так вы пришли наверное, вам тут же дали. Я не беру потребительские ссуды, а кто брал ипотеку? Вот некоторые качают головой, значит брали. Ну сколько с вас взяли документов? Тима. Наверное всю подноготную вас. Что касается юридических лиц, предприятий, организаций, то там до седьмого колена все возьмут. И юридические документы, и бухгалтерские документы, и финансы все изучат банки. И не просто изучат. Заставят открыть банковские счета, заставят перевести обороты промышленного капиталиста в свой банк. И прочее, 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 прочее. То есть вот и происходит таким образом слияние, сращивание банковского капитала с промышленным. То есть не потому, что какие-то злокозненные банкиры хотят, но вот такой объективный процесс развития капитализма. И на основе сращивания банковского капитала и промышленного, а первую скрипку здесь играет, повторю, банковский капитал. Происходит образование финансового капитала. Значит, что такое финансовый капитал? Мы переходим к третьему определению нашему. Финансовый капитал это банковский капитал, сросшийся, банковский монополистический капитал, сросшийся с промышленным монополистическим капиталом. И главную роль здесь играют банки. Методы сращивания вы можете почитать в истории. Пожалуйста, Владимир Ильич Ленин, империализм как высшая стадия капитализма. Вы это можете увидеть сейчас в газетах, по радио, по телевидению, репортажах, что угодно. Личная уния, что это такое? Когда представители банков назначаются советы директоров промышленных предприятий. Или наоборот. посредством предоставления кредитов. Ну, это уж самое святое. Здесь вся подноготная этих промышленных компаний, банков, видно. И много-много таких. Система участий. Пожалуйста. Вот есть такое понятие финансово-промышленные группы. Что это такое? Это группы компаний, связанных между собой. Система участий. Компания А через владение контрольным пакетом или там значительным пакетом акций компании Б оказывает на нее какое-то влияние. Компания Б в свою очередь компании В и так далее. Вот по кругу ходят. Значит, вот финансовый капитал. Ну, а представители финансового капитала здесь финансовая олигархия. вот у нас, если читаешь какую-то прессу такую поверхностную, олигархами всех называют, всех, кто наворал много денег, продолжает воровать, уводит деньги вот туда, в офшоры. Ну, это месед доля истины. Вот точное определение, точное понятие капитала и финансовой олигархии, вот то, которое сейчас вам дал, то, что дал Ленин. Работа империализм как высшая стадия капитализма. Итак, на этом мы еще не заканчиваем. Для капитализма свободной конкуренции был характерен вывоз товаров, экспорт товаров. Ну, знаете, экспорт товаров и импорт. Когда какая-то страна вывозит товары за рубеж, это экспорт. Кудакси привозит, это импорт. Вывоз товаров. То есть, товары производятся в стране в России. Возятся за рубеж. Вот газ, нефть, все что угодно. Это вывоз товаров. А вывоз капитала дают точно? Нет. Производство не вузит. Вот, совершенно верно. Дают точное определение. Вывоз капитала это вывоз стоимости за рубеж с целью получения прибавочной стоимости. Ну, что значит вывоз стоимости? Капитал это что такое по определению понятия капитала. Самая возрастающая стоимость. То есть внутри страны уже нет прибыльных сфер размещения капитала. Поэтому вот эти крупные страны, которые осуществляют переход к империализму, становятся империалистическими, вывозят свои капиталы, которым не находится применение внутри своей страны за рубеж. почему? Потому что там больше получить прибыли. То есть вот этот процесс начался на рубеже конца 19-го, начало 20-го века. И когда вывоз капитала становится преобладающим над вывозом товаров, вот это уже является характерной особенностью, признаком перехода к империализму. Но на этом не ограничивается история. вывоз капитала это главная генеральная линия. А дальше идет на основании вывоза капитала совсем по-простому, когда капиталисты какие-то на эти свои капиталы либо покупают, либо строят заводы за рубежом, нанимают рабочую силу, производят там товары, а прибыли, которые получают, перегоняют к себе. Вот такой вывоз капитала. То есть они как бы создали там плацдармы для дальнейшей экспансии, для дальнейшего завоевания этих стран. И дальше между союзами вот этих монополистов, крупнейшими монополистами, то есть финансовым капиталом крупнейших стран идет экономический раздел мира. Экономический раздел мира, когда на сферу влияния выделили. И заканчивается он территориальным разделом и образованием колониальной системы. Ну колонии это какие страны? Страны которые потеряли свою независимость. Есть метрополия, есть колонии. Но если вы помните учебники истории, всемирной истории, контурные карты тех периодов, если посмотреть, развернуть земной шар, вот Великобритания, она была почему-то красилась зеленым цветом. Такой маленький островок на севере Европы и весь мир посмотрит зеленые краски. Здесь тебе и Индия, половина Африки, Австралия, что только нет. Германия почему-то всегда была коричневым цветом. Вот огромная страна была колонией в центре Германии или Бельгия. Ее на карте было невозможно найти, на такой маленькой контурной карте желтым цветом. Бельгийская Конго огромная страна и так далее и тому подобное. Россия сюда включалась. Ну вот пять признаков. Подытожим промежуточные итоги. На рубеже 19-20 века капитализм свободной конкуренции. То есть весь мир. У нас уже не было в то время феодальных стран, но тогда еще не было социалистических стран. Весь мир был капиталистический. И вот он перешел силу объективного развития самого капитализма в свою высшую стадию, а именно монополистическую стадию, стадию империализма. Ну давайте, как говорится, собирать урожай. Ну вот он перешел. Что из этого следует? Что все, первый вопрос, что все страны являются империалистическими. Или нет? Нет, нет. Это сейчас некоторые говорят, там все империалистические. Мы отдельно об этом, если будет время, поговорим. Мир разделился на две группы стран. Меньше это собственные империалистические страны, но чтобы не запутаться, будем называть их империалистические империалистические хищники. Акулы. Акулы, совершенно верно. То есть те крупнейшие империалистические державы, которые, финансовый капитал которых осуществляет вывоз капитала более слабые в зависимые страны, которые экономически и территориально поделили весь мир на сферы своего влияния. на периферию. Ну, как понимать периферию? Европа это, скажем, Милиазия, периферия. Это условное название периферия. Япония, например, периферия в отношении к Европе, это как далеко, тысячи километров, но она попала в разряд империалистических стран. У Японии есть свои колонии. Сейчас дадим. То есть когда был осуществлен переход капитализма в монополистическую стадию, то есть если брать по странам, все страны разделились на две части. Первая это собственные империалистические страны. Какие? Ну, если мы откроем работу империалистов как высшая стадия, Леонид называет следующие. В Европе это Англия, Франция, Германия, за океаном Соединенные Штаты Америки, на другой стороне Япония и Россия. Значит, а все остальные страны они попали в число вот как бы сейчас выразились американские империалисты из Гоя. Это зависимые даже Китай. Китай. Конечно, в то время. Но как же колонии Испании значит, Испания не попала в число империалистических стран. Но то, что колонии, это совершенно не означает. И вот если там где-нибудь далеко две страны, одна потихонечку грабит другую, это не значит, что она империалистическая еще. Империалистическая страна, если вот эти признаки есть в этой стране, то есть там есть финансовый капитал, не просто финансовый капитал по названию, а тот финансовый капитал, который оказывает существенное влияние и не просто вывоз капитала делает, а такой, который позволяет его выделить вместе с другими. Значит, на тот момент уже Испания, ну, испанский, скажем, капитал не оказывал такого влияния, как американские, английские и так далее. То есть он был более слабый и менее значимый. значит завершаем все остальные страны вот они слабые зависимы и вот эта система система вывоза капитала экономического территориального раздела мира можно назвать по-другому это система ограбления империалистическими акулами или хищниками вот этих зависимых слабых стран она была доведена до логического конца была образована колониальная система не все страны было были колониальные но масса их как не имела даже политической независимости в отличие от нынешнего нашего времени когда колонии то практически наверное нет может там есть одна две три все страны имеют политическую независимость мы на об этом остановимся вот это первый вывод второй это раз и навсегда данное отделение или нет нет конечно ведь ленин в работе о лозунге соединенных штатов европы он открыл закон неравномерности экономического политического развития стран в эпоху империализма что означает неравномерность этого развития что те страны которые были вот там вот так на вершине буржуазной пирамиды до насилия города но с точки зрения капитализма название периодически ческих вот могут оттуда упасть зато другие могут вознестись и вот на сегодняшний день но прошло ну сто лет будем считать целый век какие изменения произошли в рамках капиталистической части мира много вот совершенно правильно и прежде благодаря на совершенно верно ну мы отдельно пока одну сторону что образовалась мировая система социализма чего не было начале 20 века она живет борется развивается несмотря на то что в ряде социалистических стран произошли контрреволюции возврат капитализма мы об этом поговорим вернемся значит капиталистической части мира то есть это по-прежнему монополистическая стадия монополистическая никакой другой стадии сейчас нет это высшие последние стадии капитализма то есть весь капиталистический мир на сегодня находится в империалистической стадии а вот соотношение сил меняются то есть мы можем сейчас сказать что есть главная капиталь империалистическая держава соединенных штатах америки вот после второй мировой войны после разгрома фашистской германии она стала самой главной вокруг нее помельче я вот такое образное сравнение вы мне подсказали есть такой канал вайл дикой природы там надо показывать жизнь животных сейчас замечательно вот подводные меры плывет огромная акула какая мы там хищник белая кого вокруг нее стайка помельче акул вот они действуют связки вот это вот куда поплывет главное за ней все остальные они так что главный плывется какой-то маленький она убирать и жертву очередную эти выполняются какие-то важные функции может там загоняют жертва может еще чего но если у вас к случае когда дело дойдет до убийства там и раздербанить верту здесь уж все но если акула помельче вдруг увидит какую-то рыбку схватит небольшой акулу тогда посмотрит мелко добыть не буду пускай пускай доходит что мы видим вот в этом мире постоянной попытки сейчас прежде всего соединенных штатов америки проводить эту политику империалистическую причем как мы знаем на сказать если это открытая террористическая диктатура это будет фашизм во внешней политике нынешней главной ведущей империалистической державы это четко видно и прослеживается внешней политики открытое проведение политика открыто террористической диктатуры то есть фашизма фашизм на экспорт он получил название примеров здесь пожалуйста ирак ливия югославия попытка в сирии и так далее так это вот второй такой у нас вывод что соотношение сил постоянно меняется что касается других стран наверное под вопросом ну какие еще можно страны отнести к империалистически давайте я закончу начинаем франция германия на великобритании они остаются в этом списке империалистических держав что касается других вот насчет японии вы имеете ввиду ввп значит ввп не является критерием и показателем но там отнесение страны вот вот это надо доказать мы это надо доказать давайте мы на втором часе вот остановимся на этом я тогда закончу некоторые мне осталось еще несколько минут чтобы нам на полусловие не уходить мы потом наверное пообсуждаем подискутируем какие страны еще можно отнести к империалистическим какие нет на основании каких показателей критериев поэтому мы заканчиваем эту содержательную часть переходим какое историческое место империализма но первое мы уже можем сделать вывод из того что если наговорил историческое место это монополистический капитализм это высшая и последняя стадия капитализма дальше который уже никаких иных стадий нет но есть еще понятие государственный монополистический капитализм но не является какой-то отдельной стадией потому что как мы знаем государство буржуазное государство это комитет по делам управления буржуазией вот и все это совокупный капиталист по сути дела вот между государством монополистическим капитализмом и социализмом никаких промежуточных ступеней уже нет и так значит историческое место империализма это последняя высшая стадия второе ленин дает характеристику такую нелицеприятную это паразитический капитализм чем выражается паразитизм империалистической стадии вот вернемся к тому что мы уже знаем вывоз капитала вообще капитал это сам спаси паразитизм на чем основан на эксплуатации на присвоение чужого неоплаченного труда ведь это есть паразитизм но когда капитал вывозит за рубеж есть не только своей стране эксплуатируют работе их еще в чужой стране выполнялась паразитизм в квадрате плене так назвал образом просите в квадрате второе появление широкого слоя рантье слышали такой термин рантье это люди которые не занимаются ничем полезным них одна функция они живут на процент от свой капитал и сведут праздный образ жизни это огромный слой и не только люди целое государство рантье которые живут на проценты от своих капиталов наконец 3 3 вот историческое место империализма это такой переходный строй на переходный в кавычки берем к новому новому строю к социализму это переходное общество здесь никаких промежуточных ступеней нет и как сказал ленин это канун социалистической революции то есть империализм подготавливает уже все объективные предпосылки но вспомним что писал маркс откуда все получается у нас социализм откуда он происходит откуда он произрастает без капитализма оттуда но капитализм не готовит социалистические отношения маркс писал он готовит только объективные предпосылки это вот обобществление производства с одной стороны и готовит материальную силу которая способна совершить переворот капитализме это рабочий класс вот ленин через несколько десятков лет после маркса анализируя империализма внес некоторые уточнения но первых повторил да действительно социалистические производственные отношения в недрах капитализма не возникают их нельзя использовать за исключением наиболее его развитых форм какие-то развитые формы которые создал капитализм ленин перечисляет пожалуйста банки самый прекрасный пример почта железные дороги вот капитализм создал почту единого скажем сейчас на стране единая почта пока зачем ее нужно разрушать берем готовым механизм мини осменить только систему сказать управление методы управления формы хозяйствами или газпром крупнейшего на поле так быть ну что и нужно разрушать но на готовы сделать акционер новшества делать министерство газовой промышленности может поменять людей можно тех оставить пока на какое-то время поменять систему методов хозяйствования ну а банки это вообще это банки центры общественного счетоводства общественного еще маркс сказал то есть это готовый механизм расчетов уже и вообще в целом хоть бери ничего не только из многих банков один сделать национализировать все банки пожалуйста будет единый государственный банк делаем перерыв разрешите вопрос а почему же китай посчитается китай социалистическая страна так отвечу с волками жить по волчьей быть нет социалистическая страна там нет эксплуатации а в китае есть есть потому что в экономике там переходный период это связанные вещи но разные почему мы называем ее социалистической страной потому что там власть советская дать установлен диктатуру пролетариата пожалуйста коммунистическая партия у них руководящая направляющая силы и так далее а в экономике у них переходный период от капитализма как коммунизма переходный период характеризуется наличием укладов вот она многоукладная экономика вот он коммунистический уклад а вот тебе с одной другой стороны противоположный капиталистический уклад и мелкотоварные связки это противоположные уклады в капиталистическом укладе там действуют законы Какие? Капитализм и мелкотоварный. Это законы товарного производства. Между ними идет борьба. Кто кого. Вот чем закончится борьба там, я не знаю. Но в любом случае, в капиталистическом уплате 100% эксплуатации рабочих. И свои капиталисты, не просто там миллиардеры, там уже супермиллиардеры у них есть. Это в любом виде может длиться 100-200 долларов. Совершенно верно. И так сказали, будет 100 лет? Вот они сказали, что последний съезд КПК поставил задачу построения коммунизма в Китае. Ну вот к этому идут. А сколько он будет продолжаться? Спасибо, как бы, там, для страны. Я не знаю, пожалуйста, в Вьетнаме, как бы, они... Ну что далеко говорить в Китае? Нет, вот почитайте Ленина. У него о золоте и замечательной мысли. Он писал, когда вот победим во всемирном масштабе... Дойдем до Ленина тоже, как и Танин. Нет, он сказал, что он сказал, мы сделаем из золота. Мы из золота сделаем туалеты. Ну, наиболее, сказать, каких-то... Конечно, на все города не хватит. Но пока, пока у нас действуют... У нас переходные периоды. И вокруг нас капиталистическое окружение. Все, причем, только мы одна. Советская Россия. Беречь надо золото. Торговать надо правильно. И так далее, и тому подобное. То, что я сказал, с волками жить, поволчь и быть. И деваться здесь некуда. Я, конечно, понял, что фашизм на экспорт, это и есть интервью. Одно и то же. Нет. Нет. Значит, давайте так, определение фашизма. Давайте вспомним данные Георгием Димитровым. Это открытая террористическая диктатура, я в разрядочку дам, наиболее реакционных, наиболее шаминистических кругов финансового капитала. То есть, части финансового капитала, а не всего. Вот в Первую мировую войну финансовый капитал был во всех этих странах, которые воевали в Германии, в Англии, в России, в США. Но это финансовый капитал. Понимаете, он не проводил политику фашизма. А что англичане делали в Англии? Вы не делали. Значит... Он же проводил. Нет, он проводил захватническую политику. Если вы имеете в виду зверство, то величие зверства не является признаком фашизма. Не является. Вот смотрите, давайте закончим. Давайте закончим. Известный капитал. Да нет, известный. Известный финансовый капитал. Вот еще. Вот это да. Но это не фашизм. Это был фашизм. Нет, не фашизм. Еще раз. Еще раз. Значит, финансовый капитал может проводить две политики. Внутри страны и зарубежного. Пока речь не идет о том, внешне или внутренне. Либо это прикрыт. Любая власть, в том числе власть финансового капитала, по сути, это диктатура буржуазии. Да? Да. Диктатура. Она бывает двух формах. Первая, прикрытая. Парламентами, судами, выборами и прочее, прочее, прикрытая. Вот когда вы что-то такое плохое сделали, да? Вас взяли, арестовали. Дали адвоката. Суд привели, посадили. Засудили. Дали срок и посадили. Вам применили открытую, то есть, прикрытую диктатуру, прикрытую вот этими всякими формами. И другое дело, когда вот эти формы отбросили, вот часть финансового капитала, например, зачем мне это нужно, тратить еще на каких-то суды и прочее. Вот у меня есть боевики, вам задание, вот там, не буду вас показывать, побейте их губинками, а вот тех убейте. Вот это уже открытая террористическая диктатура. И вот в чем различие. Так вот, это в одночасье. Забывало это? Нет, не было. И столько же. Не было, нет таких, нет фактов. И сейчас, и внутри Соединенных Штатах Америки нет открытой террористической диктатуры. Там есть соблюдают. Я же говорю, ваше определение, что есть фашизм на экспорт, правильно? На экспорт, во внешнем фоне. Я говорю, что он образовался вместе с симпериализмом, правильно? То есть симпериализм, это и есть фашизм на экспорт? Ну, первый проект, нет, не так, первый был, так сказать, у нас. И это в конце 20-х годов Соединенных Штатах Америки, Германии, Испании, Италии. Там появился фашизм. Можно сказать, что фашизм частный случай империализма. А на столе не обязательно есть, но может быть. Нет, империализм это прежде всего экономическая понятия. Это стадия капитализма, развития. Фашизм, кто это устраивает? Тоже финансовая? Ну, вот этот базис, базис, экономический базис фашизма, финансовый капитал, причем не весь. А можно вопрос такой, а вот, извиняюсь, сто лет назад, в чем проявлялся империализм по отношению к России, независимой государству? Так, ты не назвал, наверное, сто лет назад, империализмом государство. Что он такого могу делать? Идеально назвал. Потому что все признаки империализма, так сказать, наличествовали в России, но противоречиво. Они, чтобы там повне, как-то очень... Почему? Там был промышленный капитал, не просто, так сказать, он был монополий, кромочный. К началу, вот посмотрите, значит, если брать общую, не было такое, если брать самую общую характеристику, состояние России, это, с одной стороны, высокоразвитый государственно-монополистический капиталит, промышленность. И крайне отсталая, с массой феодальных и феодальных пережитков, сельское хозяйство. Промышленность у нас работала, там, скажем, 10 миллионов, а 100 миллионов в сельском хозяйстве, если численно брать. Вот такое было противоречие. Не, я согласен, ну, исходим. Но, то есть, то, что промышленный капитал, он не целиком, что российский? Конечно. А там, в совместном гиме, там, в сфере много чего. Французы осуществляли огромный вывоз капиталов к нам, прежде всего, французы. Германии в меньшей степени. Но, с другой стороны, Россия увозила капитал вон в огромную, сказать, в свои колонии. А, что, сколько мне у нас в колонии-то можно назвать? Ну, ты сейчас пожил, да, послушайте. Ну, вот Леонид называл колонии, какие среднеазиатские и прочие, в которых формально вошли в состав России. Ну, это тоже, по всей своей территории. Ну, не колонии. Кто, что это? Может, поспорить с Ленисом? Ну, давайте мы продолжим вопрос, поднятый на первом часе. Какие страны сегодня, капиталистические части мира, мы можем отнести к империалистическим. Но, вряд ли, кто будет оспаривать, наверное, вывод, что на сегодня у нас однополярный мир, той части, капиталистической. Это одна, воспользуемся жаргоном, суперимпериалистическая держава, самое главное, это Соединенные Штаты Америки. Есть поменьше. Значит, я бы отнес к ним Германию, Францию, Великобританию. Все остальное под вопросом, включая та, которая была Япония. Конечно, там есть крупные, Италия, Канада, Австралия на сегодняшний день. Но, мне кажется, они не дотягивают. Давайте я вот сделаю следующий пример. Как мы должны здесь, так сказать, рассматривать? Если мы зайдем на поле интернета, чего там только нет. Значит, чего надо избегать нам при анализе, так сказать, этого вопроса? Прежде всего, вот некоторые берут, некоторые деятели берут по названию. Берут какую-то компанию, которая называется финансово-промышленная группа. Все. Дело в шляпе. Вот он, финансовый капитал. Ну, это смешно. Здесь никакой науки нет. Или берут примеры отдельные. Вот, скажем, Газпром. Смотрят. Вот была недавно у нас дискуссия с полицейским штурмом. Тут уже разбирались с этим вопросом. Вот товарищ взял, открыл буклет, видимо, рекламный Газпрома. И почитал, что в состав Газпрома входят такие-сякие компании, включая банк. В группу Газпрома входит Газпромбанк. Это крупный банк российский. Все, дело в шляпе. Перед нами финансовый капитал. Потому что по определению финансовый капитал какой? Банковский монополистический капитал, сросшийся промышленный капитал. Ну, это надо глубже смотреть. Кто с кем сросся? Вот я взял, открыл финансовые отчеты Газпрома. Нашел очень интересный документ. Называется список банков с остатками судной задолженности. Список банков, которые предоставили Газпром кредит. Ну, во-первых, никакого Газпромбанка я там не нашел. Удивительное дело. Вообще, в финансовом капитале первую скрипку, первую роль играет банк, который вот этим промышленным капиталом руководит и прочее. А здесь нету... Газпром имел кредиты, но не захотел и бросил. Удивительное дело. И вообще, в списке один только российский банк, ВТБ. Доля в общем объеме судной задолженности 4%. Газпрома. Газпрома, конечно. То есть, доля ничтожная. То есть, никаких российских банков... А Газпром это монополия? Ну, вообще-то монополия, да. Ну, можно сказать, здесь отдельный вопрос, что это сырьевая монополия. Это тоже хороший показатель, говорящий о том, периодистическая страна или нет. Ну, во всяком случае, монополия. Ну, сказать, а какие банки, банки каких стран кредитуют Газпром? Ну, пожалуйста, откроют этот отчет. Я смотрел в конце прошлого года, в начале этого у нас в этом дискуссии, известно, готовил статью. Поэтому отчет был только за 2017 год. Но там положение особо не поменялось. За 2018 год, не знаю, есть или нет. Можете посмотреть, меня проверить. Так вот, списки этих стран. Крупнейшие банковские монополии Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Великобритании и Японии. То есть, вот оказывается, с кем сращивается Газпром? Ну, плюс не с российскими банками, а вот именно с теми банками. Поэтому, если можно говорить, если, может быть, и нельзя говорить, что здесь, так сказать, произошло сращивание, так сказать, этих крупнейших банковских монополий империалистических стран с Газпромом, то во всяком случае, ну, контроль над Газпромом осуществляют вот эти банки. Ну, вот, чтобы получить кредит, я могу несколько пошире сказать, чтобы получить кредит в этих банках, что Газпром делал? Представил весь пакет документов, всю свою подноготную, всю. Вот нужно банку что-то, пожалуйста, финансовые документы, юридические, учредительные, система участия, все-все-все есть, все расшифровки и балансы. Все это по первому зову банков предоставляется. Дальше, что значит, если там Societe Generale, это вот этот банк крупнейший, да, либо там германский Deutsche Bank, либо там Sidi Corporation, когда давали кредиты, что значит, пожалуйста, мы вам дадим денежки, а вы куда хотите, их туда и отправляете, да? Нет. Обычное требование, то есть обычное рядовое требование банка, кредитующего юридическое лицо, это открытие расчетного счета, расчетных счетов в этом банке. И на эти счета будут перечислены кредитные ресурсы. То есть, значит, Газпром открывал расчетные счета туда. Дальше, обычное требование, не просто деньги загнать, оттуда не уйдут, сейчас у нас платежи летают мгновенно, да? Это поддержание, есть такой жаргон, да, шленг банковский. Поддержание оборотов. То есть, на этом расчетном счете, в этом банке судозаемщик должен поддерживать определенный размер оборотов или остатки. Что значит обороты? Это значит, все денежные поступления по своим хозяйственным, коммерческим, прочим договорам, эта компания, судозаемщик, должна перевести либо часть их, либо все на этот банк. Ну, кто-то занимался этим делом, понимает, что значит заключить в хозяйстве. Газпром заключает договор на поставку газа в какую-то компанию в какую-то страну. Вот там большой договор, куча всяких пунктиков. А в самом конце что пишется? Слева и справа. Реквизиты сторон, да? То есть, юридические адреса от компании «Газпром» и той компании. И банковские реквизиты. Так вот, часть контрактов обязательно должна быть переведена в этот банк, который стоит в кредит. Значит, деньги пойдут сюда. Если это экспортные контракты, то есть валютные, есть такая еще функция банковская. Банк выполняет функции агентов валютного контроля. Слышали? Ну, не в смысле агентов разведки. В смысле проверяют правильность всех этих операций. За это получают комиссии. То есть, банковский процент получает. Комиссии за введение и расчетное проведение платежей на расчетном счете и так далее. Комиссии, как агента валютного контроля и прочее, прочее, прочее. Вот и вопрос. Значит, если «Газпром» банка, который формально, юридически входит в финансовую группу «Газпрома», нет кредитов, да? А если у этих банков кто осуществляет контроль за действиями «Газпрома»? Ответьте с одного раза. Ну, как же те банки? Ну, это такой вот пример. Это первое. Значит, и второе. Но, предположим, хорошо. Вот он. Есть какая-то компания, где крупные банки и так далее. Вот третий признак, вспомним. Не просто вывоз капитала. Что берут? Читают прессу и смотрят. Такая-то компания, скажем, «Роснефть» построила какой-то завод в каком-нибудь африканской стране или американской. Все, вывоз капитала. А вывоз капитала – признак империализма. Там, в России империалистическая держава. Ну, о чем говорит вот этот вот факт, что, скажем, «Роснефть» или какая-то другая крупно-российская компания, может быть, даже «Монополия» построила завод в какой-то стране. Да ничего, кроме того, чтобы построить завод, и все. И читаем внимательно. Вот Ленин-то – великый ученый, гениальный, да? Большой диалектик. Он не просто сказал «вывоз капитала». А какой вывоз капитала? Вывоз капитала, который приобретает решающее значение по отношению к вывозу товаров. Вот если вы откроете статистику Центрального банка, сейчас хорошо, заходите в интернет, пожалуйста, официальный сайт, либо Федеральной службы государственной статистики, Госкомстан, как раньше назывался, вы там все эти цифры увидите. Вот за прошлый год, извиняюсь, за 2017, за 2018 год еще нет. Так называемые прямые инвестиции Российской Федерации за рубеж. То есть все наши компании частные, государственные вывезли 39 миллиардов долларов. Что такое прямые инвестиции? Значит, вывоз капитала, он на две части подразделяется. То есть прямые вложения, прямые инвестиции и портфельные. Такое красиво название, смешное, портфельные. Значит, прямые инвестиции – это тот вывоз капитала, те вложения, которые дают полный контроль над предприятием, которое там покупают капиталисты в другой стране, либо строят. Портфельные инвестиции не дают такого контроля. Ну, формально, сейчас же на все акционерное общество, чтобы контролировать акционерное общество, сколько надо иметь акций? 25%. 50% плюс 1. 50% плюс 1. Чисто арифметически. Хотя на самом деле есть такая, что если они распылены, достаточно 25, а может и 20 и так далее. Ну, будем брать 50% плюс 1. Вот если у тебя 50% плюс 1 и нет никаких других оговорок условий, это прямое вложение, прямые инвестиции. А если у тебя там 10%, 5% – это портфельные. Они вроде как дают право получения дохода. Так вот, только прямые инвестиции из России за рубеж составили 39 миллиардов долларов. Громадная сумма. Если 39 миллиардов долларов умножить на 65 на курс, то сколько получается? 2 с копейками. Триллиона. Огромные деньги. Триллион. 2 с половиной триллиона. Огромные деньги вывезли вроде бы туда. Мы можем сделать вывод, что вот Россия осуществляет вывоз капитала, но это тебе, пожалуйста, признак империализма. А сколько внутренний продукт? Возвращаемся. Что писал Ленин? Признак империализма какой? Не просто вывоз капитала. Совершенно верно. Вывоз капитала, который приобретает решающее значение по отношению к вывозу товаров. Докладываем в 2017 году, если возьмем уже другую статистику, другого серьезного органа, Госкомстата, Федеральной службы государственной статистики, 390 миллиардов долларов. Ну, давайте подумаем на весы. Вот здесь 390 миллиардов долларов в России вывоза товаров и 39 – это прямые инвестиции. Но если даже портфельные вложить, там будет не более 60 миллиардов, ну, на порядок меньше. Мы можем сказать, что данное по отношению к российскому у нас решающее значение имеет вывоз, конечно, нет. Я не беру содержание, ничего этого экспорта товаров. Вот, готовился к занятиям, обнаружил такую, видите, цифру. Значит, Роскомстат ведет такую статистику, называется доля технологичной продукции России в экспорте, высокотехнологичной, оказывается на 11%. А остальное что? Сырье. Сырье, ну, и добавить и продукты, так называемые, первичные обработки. То есть самые простые, самые дешевые. Ну, по-разному я оценкам видел. И 80%, если вот сам считал, здесь получается, если отнять от 111, получается 89. Вам вопрос очень простой. Какие страны характеризуются тем, что вывозят раньше и сейчас вывозили сырье? Это развитые страны или колониальные? Колонии были. Конечно, колонии раньше были. А сейчас это, ну, сейчас колонии нет формально, сейчас у нас колоний нет. Сейчас все страны политически независимые. Куда ни кинь, везде есть. Так деликат намекает, да? На колонии независимость. Совершенно верно. Значит, есть флаги свои, свои правительства, свои гимны. Да, они зависимы. Армии свои. Даже армии свои, да. Но они, конечно, зависимые страны. Вот второй, так сказать, пример. Я говорю о том, что вопрос этот, ну, нельзя взяться наскоком. И если будешь брать вот по верхам, ну, в лучшем случае сядешь в лужу, да? Ну, а как некоторые дети там тебя показывают в интернетах, но они просто себя перед всеми показывают, тут как, скажем, ну, совершенно слабыми, говорит, исследователь. Возвращаясь. Вот, коли мы затронули эту тему, я один вопрос тогда еще. Вот говорят сейчас, все изменилось в мире. Настолько все быстро, столько новых явлений, что все, что писал Лене сто лет назад, а Марс писал там сто пятьдесят лет назад, все это уже ни то и ни правда. Но я не спорю, конечно, изменения идут. Вот мы с вами сидим здесь, а мир, говорят, меняется. Постоянно что-то происходит новое. И мы меняемся, получая такие знания. Если взять по названию, мы можем здесь два часа, значит, только перечитывать, какие новые изменения у нас здесь в капитализме, да? И чего только нет. Ну, даже самое простое, что у каждого в кармане, это банковские карты пластиковые, да? Банкоматы. А каких-то коопераций нету сейчас. Черт, много условий на названиях, я не успеваю уже следить. Те свопы, не очень нравится, свопы, операции, да? Фьючерсы, форварды, блокчейны, еще чего, чего только нет. Вопрос же не в том, что какие-то изменения идут, и, значит, все то, что было раньше, выводы сделаны, они верны. А мы должны посмотреть, как эти изменения влияют вообще. Изменяют ли они эти фундаментальные выводы или нет? Самый простой, самый, на мой взгляд, яркий пример. Например, возвращаемся, значит, к ленингской характеристике империализма. Вот самый конец, он писал, что экономический союз монополистов, группу, так сказать, крупнейших держав, экономически, не только экономически делит мир, но и территориально. И доводит этот раздел мира до образования колониальной системы. Точка. Ну, любой товарищ скажет, нет никаких колоний сейчас. Факт. Нет колоний. Вы можете назвать? По-моему, там одна или две какие-то мелкие островные государства. Может, да. Но колониальная система империализма, что значит, нет? Ну, вот это неправильно. Потому что, если вы почитаете внимательно, ленинг, две вещи. Первое. Колониальная система, вот он характеристику дает, это система, я, так сказать, несколько упрощаю, грубляю, ограбления, закабаления, да, горстка империалистических хищников, вот это всего остального мира. Система этих методов и прочее, прочее. Вот все страны у нас сейчас свободны, независимы. А система их ограблений, кучка империалистических держав, осталась? Осталась. Изменились формы, изменились методы, но сама система осталась. И получил другое название. Нео-колониализм. Ну, более изящно стало ограбление. Совершенно верно. О, здесь можно много рассказывать, это интересно, так сказать, факты. На более прикрыто. Вот, так сказать, здесь я подготовил материал, в продолжении той дискуссии, о которой я говорил, вот, в экономическом разделе мира. То есть о территориальном разделе, можно сказать, не говорить, но экономический раздел, который подразумевает какие-то территории, да, ты сюда иди, а сюда не иди, это моя, так сказать, вотчина. Вот он, конечно, существует. Ну, методы изящные, я бы сказал. Вот эти финансовые методы, финансовые рычаги, ну, настолько, вот они, да, такое слово, да, изящные, то получается, как известный герой одной пояски, да, сами те, кого ограбляют, на блюдечки с голубой каемочки приносят. Вот этим хищникам возьмите, пожалуйста. Там особо интеллектуальные преподатели-то, наверное, на то, что они… Да нет, они очень простые. Очень простые мы сейчас можем с вами разобрать эти примеры. Пожалуйста. Мы вернемся, говорит, к финансовой сфере. Скажите, пожалуйста, какая она сегодня является главная мировая валюта? Доллар. О, совершенно верно, доллар. Ну, давайте вот раскручивать, что значит доллар? То есть расчеток между, кстати, странами, если внутри страны у нас рубль, да, ну, кстати, и доллар ходит, но не обязательно, его можно запретить, его не будет. А вот в расчетах между государственными, да, вот в этих экспортных и импортных операциях, конечно, основная валюта – доллар. Есть такая у нас еще организация, называется SWIFT, это аббревиатура по-русски, по-латыни, это такая система межбанковских расчетов, международная. Вот эта организация обеспечивает всю технологию этих платежей. Вы можете зайти на сайты, тоже, пожалуйста, открытые сайты, там интересная, любопытная статистика. Последние данные, которые они опубликовали за прошлый год, за прошлый год, значит, доля, доля иностранных валют разных стран в международных расчетах, ну, поскольку основная валюта – доллар, я вам докладываю, она взимает 43% мировую. В мировом объеме платежей между странами, между двумя местами страны. Евро – 37%. Затем Грейт-Бриттен, да, 4%. Я округляю. Япония – 4%. Ну, здесь еще есть небольшая доля Канады, канадского доллара, австралийского доллара и швейцарского франка. Значит, на них приходится 93% всех платежей. Значит, под чьим контролем находится мидеронная система расчетов? Понятно. Ну, где вот другие валюты? Вот вы называли какие страны? Ну, на первом части. Обсудить, обсудить, которые надо. Являются они… Нидерланды. 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 Там нету, там Евро. Но в Евро, значит, в Евросоюзе какие страны являются главными определяющими? Франция, Германия. Германия. Это однозначно, однозначно. И, может быть, даже Англия, нет? Англия, наверное, не входит. Англия, тем более, выходит. Англия, она сама по себе сейчас. Она по-прежнему. Ну, хорошо, вот рубль. Значит, доля рубля 0,26%. Кто математику изучал, значит, это как называется в этой статистике? Это все? Погрешно-погрешно. Пределах погрешно. То есть, никакой. Никакой. То есть, рубль никому не нужен. Поэтому те, кто говорят, что Россия империалистическая держава, вот это один, это один, например. У меня там еще будет много, так сказать, интересных. Значит, вот эти вот расчеты. И вот дальше, как происходит система вот этого ограбления. Как Ленин писал, вот создали империалистические державы, вот эта кучка хищников, вот такую систему замечательную. А дальше только сидят и занимаются стрижкой купонов. Понимаете? В чем им приносят? На блюдечке с голубой каемочкой. Ну, есть строптивые. Для строптивых что тогда? Вот для строптивых есть бомбардировщики, томогавки, крылатые ракеты, авианосцы и так далее. И быстро поставят. Некоторые, правда, сопротивляются. Типа Ирака и России, да. Ну да, для строптивых. Сначала угроза, потом... Сначала санкции, потом... Вот что значит сделать расчет в долларах? Вот вам нужен доллар, вы собираетесь куда-то поехать. Вот на этом уровне очень все просто. Вы идете в банк, даете рубли, вам дают доллары. Замечательно, да? Давайте проследим дальше цепочку. Вот наш российский банк. Что на международной арене тоже вот так вот мы покупаем в Америке доллары, а не нам... Он... Рубли, да? Нет. Вот она, доля рубли. Ничего. Значит, банки что должны сделать? Если наличку, значит, они покупают наличные доллары, значит, они что должны отдать? С их счета? Наличные рубли. Безналичные. Безналичные доллары нет. Доллары они где могут наличные купить? В Америке, да? Ну, кто производит доллары? Какое государство? Ну, не фальшивую монетчику же покупают, правильно? Соединенные Штаты Америки пищают. Вот там. Они за что, может, наличные дадут? За безналичные доллары возьмут небольшую комиссию только за это. Да, будем считать, что ничего бесплатно надают-то. А вот что безналичные? Откуда в банках, в российских банках безналичные доллары? Ну, на счетах компаний. Кредит? На счетах компаний. Кредит надо возвращать. Это хорошо было, да? Взять кредит и вернуть. Значит, компания российские, Газпром, например, тоже, да, Роснефть, которые держат эти доллары. А у них откуда доллары? Продают. Что продают? Сограмары. Безументы данных с мужчиной. Вот, совершенно верно. Значит, вот, что у нас получается? Замечательная картинка. Для того, чтобы купить доллары, Россия что должна перегнать в Америку? Нефть, Каспорт. Товары конкретно, реальные. А что должна сделать Америка? Ну, есть такое выражение «напечатать деньги». Ну, сейчас наличный оборот уходит уже в прошлое, доля уменьшается. Принять решение. Об эмиссии. Нарисовать валют. Не, нажать на кнопку компьютера, чтобы, так сказать, исполнить решение, там, Минфин или правительство, насколько увеличится эта эмиссия. То есть, ничего не сделать. Значит, сколько долларов, даже в таких вот нюансах, ладно, совсем нюансах, вот межбанковская кухня. Вот, скажем, не хотим мы сотрудничать с этим, ну, с Америкой, это страшная страна, непредсказуемые санкции вводят. Вот давайте мы, скажем, с каком-нибудь страной, с африканской, да, какая-то наша компания, экспортер, поставляет в какую-нибудь африканскую страну товар, да, а те выплачивают, повез. Хотел добавить, как раз, вот сейчас вы упомянули африканскую страну, что в больших колониях Франции, на территории Африки, до сих пор идет валютный обмен, деньгами которой печатает банк Франции. Мы не подкалубили в монетный блок, как это Франция. Может, есть какие-то еще... Так что мы можем ввод валюты Франции, как раз, с африканскими... Давайте от доллара, вот, я взял, к примеру, ну, давайте с каком-нибудь южноамериканской страной, не важно, азиатской страной. То есть вот в международных расчетах долларом пока ведущее место занимает. Поэтому давайте возьмем доллар. Как происходит расчет? Ведь в разных странах, да? Ведь та компания, которая сотрудничает с российской, держит счета в банке своей страны, в каком-то африканском банке, так? Как происходит расчет? А расчеты в долларах. Ну, а не только что-то продают огонь. Нет, нет, погодите. Мы не хотим из Америки, вообще хотим без нее. Ну, паразиты они. Паразиты с квадратиком, в третьей, в десятой степени. Вот российская компания-экспортер поставляет туда товар, а эти оплачивают, пускай, долларом. Да у них есть там доллары. Предположим. Расчеты идут как? Через банки, правильно? Да. Значит, банки, вот, чтобы банки, осуществляя расчеты, они должны держать счета друг у друга. Если организации, вот счета организации называются там расчетные, текущие и так далее, то банковские счета, которые они держат, другие банки, называются корреспондентские счета, сокращенно корр-счета. Значит, российский банк должен открыть в африканском банке корр-счет или африканский у нас. Но это невозможно сделать. Сотни стран, тысячи банков-то разорительные будут. Поэтому банки вот этих маленьких стран, или больших стран, но небольшие банчики, которые называются по названию банки, на самом деле это расстрофические конторы, они открывают черта, корр-счета в наиболее крупных международных банках, ну с одного раза угадать, какие-то банки, банки каких стран, крупнейших, эмпиристических, державших, американские банки, немецкие, русские, японские, английские и так далее. Поэтому хочешь, сейчас я закончу, я просто не такой, вот хочешь, не хочешь, значит, вот этот российский банк, чтобы сделать платеж, точнее принять платеж, вот африканская компания, из африканского банка, он должен держать, поскольку это в доллару счет, на 100% в каком-то американском банке. А дальше все же техника, все это делается мгновенно, да, значит, африканская компания, которая купила что-то, конкретный товар у российской, дает поручение, самую африканскую банку, вот сделать платеж в Россию, вот миллион долларов за поставку товара. И этот африканский банк дает команду кому? Поручение дает. Американскому банку, у которого он держит курс счет, на котором лежат эти миллионы долларов. Что делает американский банк? Он нажимает на кнопочку, да, делает выписку по счету. С тебя миллион списали долларов и зачислили на счет российского банка, который дальше по цепочке даст выписку, штука выписка банковская, бумажка, где сказано, что вот на ваш счет поступили такие деньги. А где деньги были до операции и остались после операции? Реально. Как были в американском банке, так остались. Вот такая замечательная система суд. Но это кухня. Я пока, может быть, пойдем дальше. Вот много долларов вот таких напечатано, в кавычки возьму это слово, да? Есть другая статистика, тоже очень интересная. Есть другая серьезная организация, называется Международный валютный фонд. Слышали, наверное, да? Которая оказывает помощь, как бы помощь вот этим вот странам, нуждающимся, которые на самом деле деле, когда вот так вот потрешь, оказывается формой заковаления. Ну, главную скрипку кто играет в Международном валютном фонде? Международный. Конечно. Там так это все сделано, что у каждого свои доли. А доли чем определяются? Ну, вот объемами, ролью стран. Поэтому контрольный пакет, так называемый, заходится за группой стран Соединенных Штатов Америки и вот эти вот европейские страны и так далее. Ну, любая страна должна иметь резервы. Вот нормальный человек все-таки, который живет не одним днем, все-таки вот какой-то резерв должен дома иметь? Какую-то заначку это называется, да? У мужа заначка, а в семье это, ну, резерв. Ну, мало, на черный, почему не только на черный день? На белый день. Не только похорная, свадьба там, еще чем-то. Это нормальное явление. Поэтому все страны стараются иметь резервы. Ну, а в чем резервы? Вот, скажем, Россия, в чем она может резервы? В рублях, что ли, резервы? Резервы, когда что-то случилось, надо срочно купить. Вот у тебя нет, а там купить. Рубль кому-то нужен? Какой? Естественно, никому не нужен. Значит, в каких валютах держатся резервы? Ну, угадайте с одного раза. А золото. Часть, совершенно верно. А золото? Ну, конечно, ну, в тех же, в тех же мировых валютах, которые мы называли, доллары, евро и прочие, которые мы называли, да? Фунты стерлингов, швейцарские франки, канадский, австралийский доллар и так далее. Ну, конечно, часть в золоте. Но она незначительная. Вот доля золота, скажем, золотовалютных резервов России, по-моему, 16-17%. Это много, но это отнюдь не является. А в основном держат там. Так вот, любопытная цифра. Значит, называю сумму. Сколько все страны, вот эти вот, все страны, держат в своих резервах, в долларах США? Значит, 6 триллионов, 631 миллиард. Это данные на прошлый год, по-моему, мои месяцы. Значит, в моей голове не угла. Значит, 6,6 триллиона долларов. Значит, умножьте, пожалуйста, на 65. Сколько получается в рублях? Мы не знаем таких. Сумасшедшие деньги. Хорошо, давайте возьмем нашу Россию. Значит, объем золотовалютных резервов нашей страны, это сколько получается? Где-то 450-500 миллиардов долларов. Отнимет золото, отнимет то, что держат в юанях, там, небольшую сумму. Ну, где-то миллиардов 400 есть. Множить на 65. Сколько получится? 2,5 триллиона. Больше. 25. А, 25, да. 25 триллионов рублей. Значит, на 25 триллионов рублей за все это время, пока мы накопили эти резервы, в международных валютах туда, в Европу, в Америку, прежде всего, ушли реальные товары. Много или мало? Бюджет Российской Федерации где-то в сопоставимой сумме. Что значит бюджет федеральный? Это вот целый год на эти деньги задерживается вся социальная сфера, сколы, садики, зарплаты плачутся, армии туда, что-то строится целый год. Ну, а 6,6 триллиона, это вот весь мир, туда перегнал, в Америку. вот такая система, почему-то делается добровольно. Вот еще любопытный документ. Некоторые говорят, что это вывоз капитала. Вот то, что мы туда. Ну, вывоз капитал, давайте вспомним определение. Что такое вывоз капитала, еще раз? Это вывоз стоимости, зарубеж, с целью получения прибыли. Прибыли. Еще один любопытный документ. Называется «Обзор деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте». Ну, хорошо, тут сейчас публикуют. Это только последний год. Вот раздел третий. Называется «Управление активами в иностранных валютах и золоте». Как наш правительство, наш финансово-экономический блок либеральный поуправлял этими активами. Вот у нас 400 миллиардов, да? Из них, пожалуйста, в государственных ценных бумагах, в иностранных эмитентах 180 долларов США, в каваленте. Государственные ценные бумаги. Ну, золотовалютные резервы можно держать. Просто на счете. Бесплатно, то есть надо вот купить ценные бумаги. Вот покупаются ценные бумаги эти государства. Америка сейчас в меньшей степени, там, европейские государства. Ценные бумаги какие-то крупные, частные компании, вот те же ипотечных фондов американских. Вот такая сумма. Депозиты в иностранных банках 131 миллиарда и так далее. Ну, вот у хозяйства есть. Вот показатель. Доходность фактических портфелей валютных активов. Значит, евро минус 0,17%. Доллар со США 0,35%. Я не знаю, здесь учитывается инфляция или нет. Что такое инфляция? Помните? 35 суток? Да. Так вот. А в евро отрицательное. Я не знаю, учитывается ли здесь инфляция. Ведь в этих странах и в Средний ООН еще. Что? Нет, да ну что вы. Если я работаю, в принципе нет, задачи получили. Сейчас. Все эти скатембералистические государства применяют такой метод, как инфляция. Вы это знаете. Ну, вспомните, что такое инфляция? Повышение цен на все товары, кроме товара рабочей силы. Только где-то на ползучее такая незаметная. А где-то там покрупнее, а где-то галлопирующая, как-то минус 0, и прочее, прочее, прочее. Так вот в этих странах, Соединенных Штатов Америки, вот я открыл тоже сквозь сборник нашего Росстата в международное сравнение. За 10 лет среднее взял. Значит, в Соединенных Штатах Америки инфляция среднегодовая за 10 лет с 5 по 15 год больше нету. Состоял 2% в год. Вот если здесь не учитывается инфляция, да, не знаю, то надо добавить сейчас будет отрицательный доход. Что значит эта инфляция? Вот эти на 400 50 миллиардов в евро или в долларах они за год похудели. В Европе тоже такая же инфляция идет. В принципе, на 2%. Ну давайте, 450 миллиардов на 2% сколько получается? 9. 9 миллиардов долларов. Россия за год теряет. 9 миллиардов умножаем на 65. Ну, 600. 600 миллиардов каждый год просто теряет из-за того, что там инфляция. Вы же сказали, 2% за 10 лет инфляция? 21% за 10 лет. А, 21. 21, это среднегодовая 10 лет. 600 миллиардов. Ветку метро построить вот здесь вот надо, 300 миллиардов рублей. А здесь 650. Каждый год. если бы только эти деньги вот так было по-другому, мечтать, если бы у нас проблемы не было с транспортом в Санкт-Петербурге и в других городах. То есть вот давайте здесь можно долго говорить об этом. То есть вот такая система создана. Возвращаемся к тому вопросу. Значит, это финансовая система империализма. И вот мы из этих названий стран можем увидеть, кто входит в эту золотую группу, да, золотой миллиард или как называется, группу избранных. А по-настоящему это хищники империалистические. Вот они, так сказать, занимаются стрижкой купонов, так сказать, ограбляют, закабляют другие страны. Это как один из примеров доказательств. Пожалуйста. А как вы относитесь к теории Михаила Хайзена о, соответственно, ну, он рассказывает, что бутинозовская система, ну, то, что вы говорили, это бутинозовская система, я понимаю, мировая финансовая, правильно же? Нет. Нет? Она уже устарела. Она не устарела, она не на... Ну, давайте, что там. Вот, что, соответственно, вот эта система, она подошла к своему политическому завершению, и то, что мы видим, это уже именно кризис этой системы, и, как бы, пока нет, как бы, видения у людей, которые... понятно. Значит, давайте насчет Бреттон-Лудской системы. Значит, она была создана... Еще шла Вторая мировая война, но уже было понятно, что кто выйдет победителем. Американские, сказать, империалисты действовали по принципу, кой железо, пока, или чем. Значит, главной валютой международной был объявлен доллар. И основной признак, или, так сказать, составляющая этой системы, доллар был привязан жестко к золоту. По-моему, там, тройская унция стоила 35 долларов. Вот такая система. В 1976 году эта система была отменена. То есть, она разрушилась, крякнулась, как говорится. На ее место пришла так называемая ямайская система. Вот эта золотая валюта стандарт была в стране. Ну, стандарт ушел. Ушел, да. А ради аэропорта еще расчета все равно в долларах? Да. Ну, она называется уже ямайская система. Не при этом. Ну, хорошо. Не понадобится. По сути, вот сейчас создана вот эта система. Пока я не вижу того, чтобы... Вот если вы посмотрите по годам... Ну, не видите кризиса этой системы. Никакой. Да какой там кризис? Там идет стрижка купонов в расстающем размере. Единственное, что... Единственное, что я могу... То же дисбаланс получил... Ну, я извините, в принципе. Дисбаланс же именно производства и финансового... А, ну это да. Финансовый капитал. Значит, смотрите. Я понял. Финансовый пузырь, не финансовый. Значит, смотрите. Значит... Фиктивный капитал это всякие роды бумажки, а теперь уже есть какие-то безналичные, которые как бы... Ну вот... Обслуживают. Не обслуживают этот капитал, но... Олицетворяют вот этот реальный капитал, или отражают его. По разным расчетам он уже в разы превышает реальный капитал. Вот это вся гора ценных, так называемых, ценных бумаг. Что происходит? Значит, давайте вспомним опять-таки азы уже, так сказать, Маркса, капитал. Значит, системе капиталистической свойственны, внутренне свойственны, периодически повторяемые кризисы, экономические кризисы. Вот что бы они не делали, эти кризисы повторяются. Они могут сгладить, немного, так сказать, уменьшить начало, сократить и прочее. Но эти кризисы будут постоянно, так сказать, повторяться. И первым делом вот происходит вот это дело. То есть, вот эта вся система фиктивного капитала нам мгновенно, сказать, ушли. И люди бегут за реальными деньгами хотя бы. Или-то, может, за золото. И так далее. То есть, эти кризисы будут постоянно, постоянно повторяться. То есть, сказать так, что вот все хорошо, хорошо, давайте ждем, скоро он грохнется, однозначно грохнется. А потом, после кризиса, что наступает? Депрессия. С 2008 года как-то не наступает. депрессия, потом оживление, потом экономический подъем. Да, прям... Понятно. Вот так я ответил бы. Давайте. Я вот у Энгельса хотел бы вычитал одно такое предложение, как раз на тему кризисов, я так понимаю, не могли бы раскрыть смысл. Значит, капиталистическая форма производства не позволяет производительным силам действовать, продуктам двигаться, иначе, как под условием предварительного обращения, иначе, как под условием предварительного обращения их в капитал, что именно препятствует их излишек. Чему именно? Это противоречие возрастает до безмыслицы. Способ производства восстает против формы обмена. Можно ли это простыми словами понять таким образом? Если мы берем замкнутую систему, можно ли это понимать, вот прям совсем упрощая, то, что группы капиталистов постоянно эксплуатируют рабочих, зарабатывают все больше и больше и больше, и это доходит до того, что рабочим потом эти товары, им произведенные, невозможно ни на что купить. И из-за этого происходит экономический кризис. Есть такая одна составляющая, наверное, не эта главная. В чем причина кризисов, такая непосредственная? Экономические кризисы называются кризисы перепроизводства прежде всего. И это так называемое относительное перенакопление капитала. То есть, что значит относительное перенакопление капитала? То есть, избыток капитала по отношению к потребностям, в том числе и рабочих, которые покупают. То есть, вот капиталисты, но это написалось в эпоху свободной конкуренции, да? Вот капиталисты, их 100 человек вот на этом поприще, на этой сфере. Вот они развивают свои производства, они заработают на свободный неизвестный рынок. Они же не планируют. Все больше, 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 то что раз, что происходит? Перенакопление, конечно, все уже, все, никто не покупает, нет, все уже, избыток, они выросли, наступает кризис. Вот оно относительное накопление капитала, если попросту. Товаров больше, чем можно, чего они требуют. Это на поверхности уже, да, конечно, не только людям, это первое. Второе, значит, потребление, не только вот личное потребление, есть производственное потребление, понимаете? Это в совокупности надо брать. То есть, почему мы называем кризис перепроизводства, экономический кризис, я не употреблял за слово, перепроизводство. То есть, перепроизводство товаров относительно платежспособного спроса. А корень, корень это перенакопление. Что? Это из-за отсутствия планирования просто, и следствие конкуренции бесконечной. И это результат, конечно, это неизбежный, неотъемлемый, так сказать, нормальный результат конкуренции. Но непосредственно причина вот этого переизбытка производства товаров это относительно перенакопления капитала. Есть такой темы. Так, давайте мы вот еще, я забыл вот ответ на ваш вопрос по поводу финансовой системы империализма. Значит, дорогие товарищи, давайте не будем забывать, значит, что еще новое у нас есть? Вот действительно новое, которое влияет на ситуацию. То, чего не было в эпоху Марса, это первое, конечно. Вообще, как характер эпохи современной, когда весь капиталистический мир перешел стадию, свою последнюю, так сказать, завершающую империализм, который является лишь переходом в социализм. И характер эпохи это какой? Переход от капитализма к коммунизму. Это эпоха пролетарских революций, диктатура пролетариата. Причем эта эпоха, это большой, так сказать, промежуток времени. И с точки зрения Диалия Кейт, это не такое, значит, поступать на одно движение. Это эпоха революции и контрреволюции. То есть, была образована мировая социалистическая система. Сейчас мы видим, что часть, части стран произошли. Контрреволюции, возврат капитализма, реставрация капитализма. Но у нас существует мировая система социализма, существует, живет, борется, развивается. Ну, во главе стоит Китайская народная республика. Вот это важно, причем не какие-то маленькие страны. Вот, по тем данным, сейчас вы можете зайти в интернет, пожалуйста, зашел на Википедию, которую не очень уважаю, проверять надо. Вот проверил. Они опубликовали данные ВВП, да, воловой внутренний продукт, всех стран. Данные МВФ, там, многие страны. На первом месте Китайская народная республика. 23,2 триллиона долларов. Доля мирового ВВП 18%. Соединенные Штаты Америки на втором. И большой отрыв уже 15%. Причем дальше идут группа стран. Ну, если брать социалистические страны, какие, давайте вспомним. Китай, Корея, Корейская народная демократическая республика, Куба, Вьетнам и Лаос. Ну, правда, еще Гонконг, такой интересный, да? Ну, я бы не хотел в Корее, Ну, Гонконг, Китай. Неизвестно. Гонконг, ну, вот, считался, дима. Ну, вот, Китай, Вьетнам дает еще 650 миллиардов долларов, полпроцента, ну, другие поменьше. Ну, значит, где-то к 19% приближается. Ну, по населению вообще, наверное, четверть. Есть еще другие капиталистические страны, которые нельзя отнести к империалистическим, которые пытаются в этом, скажем, жестоком мире, в системе ограбления империалистическим оклонным выжить. Это крупные страны, это Индия, 9,5 триллионов, она идет на третьем месте. Бразилия, ЮАР, ну, и Россия, наверное. То есть, вместе они, в общем-то, дают достаточно большую, занимают долю. Можно сделать такой вывод, что вот эти вот капиталистические государства, они как бы толкнут это самое, спровоцируют снова огромную войну. Они же как бы самостоятельно по собственной воле не откажутся от такого комфорта жизни, скажем так. Все может быть. Нет, специально надо запомнить, что вообще, в принципе, этот капитализм может, наверное, как я сейчас просто подумал, может же бесконечно длиться, так же у него будет, соответственно, периоды спада, подъема. Сейчас вот у нас кризис, потом будет нарастной, какой-то, потом опять подъем, потом опять кризис. Вот эта цикличность, она постоянная, да, меняет. То есть, он может все равно существовать в этой цикличности? Нет, это разные вещи. Понятно, что он, нет, смотрите, как бы, как я понял, капитализм, это, как бы, на данном этапе, это, как бы, в процессе, в смысле развития общества, это ступень. То есть, общество дальше развиваться не будет, и не может, потому что, чтобы дальше развиваться, он должен перейти в капитализм, в коммунизм. Вот. Но, соответственно, сам по себе капитализм может существовать, в принципе, в искрении, что-то в углу, это и все, они, это не я в этом счастливе. Да нет, не так. Полный кодекс. Я бы саживаю, что это сумное прорезо. Когда-нибудь, может, организуется, но, может, пока... Так, пошел у нас большой разговор. Может, мы сделаем тогда перерыв, и вот это дальше обсуждение продолжено в следующую среду, Как вы относитесь? Да. Давайте так. Значит, темы, работа, опубликованная на нашем портале Красного университета. Самостоятельную работу вы должны сделать. А конспекты вы туда будете договорить? Что? Конспекты будут на сайте, которые перед вами дают? Да-да-да-да. Я вот напишу статейку, это точно будет. У меня, значит, что касается, есть, сказать, на нашем сайте статьи, является ли Россия империалистической страной. Я там написал небольшие заметки по поводу вывода прибыли из России. Вот сейчас о финансовой системе. А так, лекции Красного университета только. Ой, в университете рабочих корреспондентов есть о финансовой системе империализма в прошлом году. Китая. 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 Китая.